Так, ну, подожди, мы еще, я еще не начал, нам и начало отрежут, потом, наверное. Ха! Так, ну, как говорится, все новое, это хорошо забытое старое. Наша рубрика с Алексеем... А, Шампан, я не против? Не против. А наша рубрика с Алексеем Воскресный Панин, можно сказать, не умерла. А обрела новый, можно сказать, смысл. Кто только не прикурил, а то его интервью с Собчак, Алексис, это самое, ну, все, в общем. Начиная от Хлобыстина, заканчивая Димой Гордон. Все обсудили, а мы с тобой не обсудили. Я говорю, Иван Хлобыстин... А мы с тобой не обсудили. Иван Иванович Хлобыстин написал в какой-то статье о том, что меня срочно нужно привезти в Россию и отправить в сумасшедший дом в Тулу. Почему в Тулу, я не знаю. Это он любят, это он любят. Вот, но он тоже прикурил, понимаешь? Потому что там происходили в мире какие-то события и даже много трагических, но 10 дней, 2 недели все обсуждали только это интервью. И я считаю своим долгом сказать несколько слов. А ты сиди, улыбайся. Ксюша. Один уважаемый человек, но он меня не уполномачивал, называть его звонкое имя, сказал, что это одна из твоих лучших ролей. Ну, в списке, понятно. Пысы из ДМБ, не помню, как чувака звали из Жмурок. Ну, я не помню вас. Да. Потому что этот наш знакомый с тобой общий, он очень правильно сформулировал. Ну, я, в принципе, согласен, поэтому я могу развить. Что это действительно одна из твоих лучших ролей. Неважно, правду ты там говорил, неправду, что-то приврал, блин. Понимаешь? Ты сыграл, ты сыграл хулигана Панина. Понимаешь? И все тебе поверили. Люди забывают, люди забывают, что ты выдающийся актер, понимаешь? И ты это сыграть можешь любую хуйню. Вот. Ну, можешь что-то и хорошее сыграть, может что-то и экстремальное. И ты же, блядь, это сыграл же. Я же вижу, я же все-таки немножко режиссер, да? И как всех подорвало, а? Люди ходят, блин, монологи Гамлетов учат. На пробы ездят, знаешь, репетируют годами. Понимаешь? А ты вот, ну ты тоже, конечно, годами репетировал, тут это у тебя не отнять. Вот, но взял и порвал. Мне сказали молчать молчать. И порвал всех. Я предлагаю... Какое у тебя ощущение? Я предлагаю... Сколько, подожди, подожди, подожди. Ну? Ты сейчас сказал вещи, и я предлагаю попросить людей, кто будет комментировать. У тебя сейчас вышли видео, и ты поймешь, о чем идет речь. Володя Епифанцев. Я видел. Взорвал все. Я видел. Дима Гордон это прокомментировал. Я предлагаю, я предлагаю вот в наше с тобой сейчас видео сделать такие нарезочки. Ставить кусочек Епифанцева и кусочек Гордона, нет? Нет. Смотри, у тебя, у Алексея есть телеграм-канал, там Епифанцев выложен. Можете без труда найти телеграм-канал Алексея и подписаться. В нашем диалоге ценно, что он будет практически не порезан. Расскажи мне, расскажи мне, вот ты же две недели, две недели уже живешь после этого исторического интервью, которому, по-моему, уже около 7 миллионов просмотров, не считая того, что его разобрали везде, где могли. А, ну, у тебя-то какие ощущения? Ты горд собой? Я могу повторить только то, что я сказал в интервью Ксении Собчак. Я горжусь, ну, если говорить о профессии, я говорю, горжусь только Балаяном. Это не потому, что ты плохой режиссер или кто-то еще плохой режиссер. Мне, я потом, когда переосмыслил это интервью, я думаю, блядь, какую хуйню я сказал. Для меня же обидятся люди, которых я очень люблю. Балаяном я горжусь не потому, что он лучше всех, а просто та атмосфера на съемочной площадке, вот то соприкосновение с Романом Гругеновичем, это даже не в профессии. Как мы ели эти орешки, как мы накрывали столы. Я горжусь тем, что, знаешь, когда он... Он сейчас, я посмотрел с ним интервью про Параджанова. Ну, то есть, Балаян, это не потому... Я потом думаю, блин, ну, почему же я не сказал про тебя? Почему я не сказал про Танесяна? Почему я не сказал про Колю Лебедева? Ну, ты про Киркоровского. Я не об этом. Я горжусь интервью... Ну, что это? Интервью, блин. Ксения Анатольевна меня ничем не спровоцировала. Сейчас очень много людей говорит о том, что вот она тебя подставила, спровоцировала. Ничего она не спровоцировала. Если бы я не хотел, я бы не сказал. Я говорил только то, что я считаю нужным. Я, понятно, что я, наверное, человек, который сначала делает, потом думает. Но я все-таки уже взрослый. Поэтому я немножко все-таки отдаю себя отчет, где я могу закрыть свой рот, а где я не могу закрыть свой рот. Поэтому Ксения Анатольевна, ее вина только в одном. То, что она подставила Иру Шихман. Потому что она дала слово, что интервью с ней раньше, чем Шихман, не выйдет. Я просил продюсеров, я просил Ксюшу. Ксюша кивала. Ну, Ира в свое время подставила Ксюшу тоже. Так же. Ну, вот Ксюша отомстила. Вот это мне обидно, непорядочно. Давай, я переведу. Значит, Леша Алексей говорил о романе Балаяне. Это режиссер. Такой уже сильно в годах очень уважаемый украинский режиссер. С армянскими корнями. Это он же по лету в оснею наяву. Ну, конечно. И Леша когда-то приобщился, поснимался у него еще в юности. И поражен до сих пор. С Ирой Шихман. Я не могу говорить это при режиссере, с которым меня связывает хер знает сколько. И Рома уже не просто режиссер, а уже друг. И многие люди не понимают, почему я выделил одного человека, сказал, я горжусь только Балаяном. Не потому, что другими гордиться нечем. Когда я говорил фразу, что я горжусь только Балаяном, я ему иду что-то личное. Вот нашу с ним раскладушку, которую он мне ставил, когда мы снимали в Конче-Заспа под Киевом. У меня раскладушка, гримерок не было, вагончиков не было. У меня под кустом раскладушка стояла. И Роман Гургенович мне ставил это. Поставьте Панину раскладушку. Это что-то очень личное с Балаяном. Я просто, знаешь, как примечание делать в книгах. Я просто перевожу. Про Шихман перевожу. Приезжала Ира Шихман. Прекрасный журналист. Я считаю, что наш интервью с Ирой Шихман намного лучше, чем с интервью с Ксением Собчакой. Не ромяй, пожалуйста. Все страшно, мы поправим. Мы имеем право. Я перевожу, я просто информацию добавляю. Приезжала Ира Шихман за несколько дней до Ксении и сделала интервью с Лешей. Потом Ксения приехала и сделала тоже интервью с Лешей. И пока Ира монтировала материал. Все вышел выпустил. Ну да, но так, но не так. Если подробности хотят кто-то узнать, то Ира когда приехала, она специально прилетела. Мы снимали несколько дней, приходили к тебе в гости. Мы снимали как такое маленькое документальное кино. И Ира мне говорит, Леш, пожалуйста, не давай никому интервью, пока наши не выйдут. И ты сразу отправил к Собчаку? Нет, я провожу Иру, отвожу своими руками в аэропорт. Отправляю ее, сажаю в самолет. Вот видите. Ну да. Ну что, сажаешь, сходишь в самолет. Я буду с шампанской просить. Ну это... Здесь все системы. Да, у нас еще... Хорошо, что красной икры в руках не было. Мы вообще тут хорошо живем. Короче, сажаю Иру Шихман в самолет и отправляю ее в Израиль. Да. И это какой-то рок. Либо это путинские какие-то спецслужбы, какие-то у них доносы. Потому что через два часа ровно, я еще не успел доехать до дома, мне позвонили продюсеры Сени Собчак и сказали, Алексей, вы можете дать Ксении интервью? Я говорю, вы что, прикалывается? Вы знали, что Шихман была? И говорит, нет, мы ничего не знаем. И я и Ире говорю... Это спецслужбы. Я говорю, мне звонила Ших... Ой, Собчак. Ира говорит, да. Я говорю, Ира, давай торопиться, давай торопиться. Ира говорит, ну вот у меня выходные, мои монтажеры не работают. Короче, Ира виновата. Ира не виновата. Я говорю, Ира, торопись. Я ей прямо сказал, я говорю, я хочу нахуй сесть, все, Лид, пусть сесть. Да это, блин, такое редкое желание только у тебя. Понимаешь, все остальные так, да? Ну, в общем, короче, я Иру предупреждал, и продюсер Лида тоже предупреждала. Давай быстрее, давай быстрее. Ира протянула, Ксюша дала мне слово, но Ксюша свое слово не сдержала. Во всем остальном Собчак меня не подставила. Короче, виновата Ксюша и Ира, а ты ни при чем. Бабы дерутся, а я оказался крайний. Потому что... Ну ладно, в общем, уже имеем то, что имеем. Ты уже, по-моему, 10 раз отверяешься перед дырой. Вот, смотри. Ну, вообще нормально люди ржут, поглядев в твое интервью. Конечно, есть особо... Хочу тебя получше, чтобы ты выглядел. Ну, блин, довели. Уже лучше не получается. Вот. Ну, вообще нормально люди ржут. Причем самое разное, понимаешь? Ну, я так, естественно, опросов не проводил, но мне позванивали, рассказывали. Я посмотрел 4 раза. Мне написало... Ну, понятно, что... Ты мне три раза звонил, чтобы я его посмотрел. Каждый утро, ты мне звонил. Все люди... Я выпивал тогда. Ты мне три раза звонил. После Собчак я ушел в запой, блядь. После отъезда Ксении Анатольевны... Он из благодарных зрителей, ты и до Собчак ушел в запой. Нет, нет, нет. Это там видно. Нет, нет, нет. К Собчак... Кстати, вот сейчас мы предъявляем Лешу. Видите, Леша не в запой. Нет, это только... А тогда он был-то хидаем. Нет, я... Работа артист над собой. Короче. Да. Я посмотрел интервью раза 4. И благо. Понятно, что все люди из Украины написали мне хорошие слова. Понятно, что все говно я огреб от российских пропагандистов. Ну, пропагандисты у них работа. На самом деле, то, что мне говорят... Рома, я был удивлен. Блогеры типа независимые, которые делали разбор моего интервью. Я, когда уже пришел в себя, вот уже на трезвую смотрел, я думаю, вы больные, либо тупые. Ну, чтобы быть пропагандистом, изначально нужно быть тупым скотом. Они делают... А что ты от них хочешь? Смотри, я говорю слово. Вот про Фому они останавливают. И 20 минут говорят свою тему. Я говорю, я же не об этом говорил. Ну, то есть, поворачивают так, что вот человек, который сам не посмотрел, либо человек, который тупой, он действительно подумает, что я говорю об этом. Я говорю, не об этом. Ну, то есть, перевернули все с ног на голову. Как я отношусь к своему интервью к Сене Собчаку? Нет, ну я не так... А никак к нему не отношусь. Я про послевкусие морское. Морское. Кто что спрашивал? Я смогу сказать, у меня одно послевкусие, что нормальные люди все поняли, все услышали. А люди, которые не хотят... Ну, пускай у них подгорает жопа. От того, что в отличие от них... Они все прекрасно понимают, что в отличие от них я могу говорить правду. Я могу говорить правду. О работе, о сексе, о жизни. Помнишь вопрос? Чем ты гордишься? Я сейчас не про режиссера. Я же честно сказал. Я ни в своей жизни не сыграл ни одной роли, которую сыграл бы Олег Иванович Янковский, Георгий Иванович Бурков, Олег Иванович Дарь, Андрей Болтнев, отчество, не знаю. У них были роли. А у меня хотели были роли. Я же сказал, у меня одна заслуга. Не заслуга, а у меня одна гордость. Что я прикоснулся совершенно случайно к большим режиссерам. Все? Ну, чистое кокетство, но... Абсолютно правда, Ром. Скажи, пожалуйста... Да прикасайся еще, да прикасайся. Ром, скажи, пожалуйста, хоть одну. Понятно, что ты не кино... Этот, в смысле, не историк библиотов, правильно? Ты, кроме своих фильмов, ничего не знаешь, как и Баларян. Он тоже ничего не знает. Он вообще не знает, кто что снимал. Крики своих не знают. Ну, короче, спроси. Да нет ни одной работы, которой можно было бы гордиться. Леш, это немножко не так работает. Вот я знаю артистов, у которых по 100, по 150, там по 280, по 1500 ролей. Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Таких артистов Дюберхамян, Абдулов и Памин. А теперь... Я вот раз другой. Роман, помолчи. Перебью вас. Не надо. Перебью вас. Сейчас ни у кого ролей, сколько у меня, кроме Джигарханяна, Абдулова, ну, может, кого-то, я не знаю, нету. Но потому что они хорошие. Я наснимался в таком количестве говна, как семечки стаканами продавать можно. Дело, что не в этом, сколько я наснимался. Да я вообще по-другому. Хотя бы отзываю. Я знаю артистов, ну, они мастера эпизодов, там, то, все, все, все. У них по миллиону ролей. Никто не знает, где они сыграли, и артистов этих никто не знает. А тебя знает, Леша, очень хорошо. Более того, я тебе скажу. Узнаваемость у тебя появилась, сколько там, 20 с копейками лет после этого самого, после пысы в ДМВ. Блядь, это не просто... Не могу успорить. Нет, это не просто узнаваемость. Это была, тогда не сильно много прошло времени, это была всесоюзная, всеснгшная узнаваемость. Нет, не так, не так. Каждая кошка там, понимаешь, это самое, тебя знала, узнавала уже. Не так. И надо сказать, подожди, подожди, ну да, я договорю. Давай. С того звонкого момента прошло проще четверть века, как в 99-м вышел Дембель, да? Ой. И узнаваемость у тебя ничуть не затухла. Роман, ну и все. Актеры разными вещами знамениты, да? Актеры, причем выдающиеся. Хорошие по делам, прославиться нельзя. Да, причем выдающиеся. Вовсе не обязаны быть похожи друг на друга. Но есть вещи объективные, понимаешь? Есть, предположим, встречаешь какого-то актера, думаешь, блядь, какое знакомое лицо. Наверное, актер. Хуяк Борчелу в Устраивании, блядь. Он умер. Вот. Какое знакомое лицо, да? Наверное, актер, да? Где-то он играл. Вот у кого нет вопросов, где ты играл. Не считая того, что вот последняя роль, ну, т-т-т. У Ксени Завчак? Надеюсь, не последняя. Это крайняя. Отличный, отлично вспомнил у Ксении Анатольевны. Вот. Так что, брателла, не нужно особо. Значит, подзанавец. Хочу сказать, что. Да. Если серьезно. Фильм ДМБ мне принес некую узнаваемость. Я не играл там главную роль. Фильм ДМБ принес узнаваемость Дужникову. В первую очередь. Потому что Миша Петровский отвалился. Петя Крушенков отвалился. Стасик Дужников стал большим артистом. Безусловно. Я, естественно, ну, я просто помню, если это зрителю интересно, я просто помню, как я хотел быть известным, чтобы меня узнавали. Я помню, как я иду по Тверской от ресторана Пушкин к Макдональдсу с своим товарищем Мишем Горалиным. ДМБ вышло. Тогда ресторана Пушкин не было. Было уже в ней. Долос открыл 90-х годов. Ну ладно. И меня кто-то узнал, говорит, вон этот пошел, который в ДМБ там снимался. Меня не знали еще по имени. В 99-м году сколько тебе игроков было? В 80-м, не помню. Ну, немного. Ну, в общем, безусловно, ДМБ дал старт. Безусловно. Я про другое. Я не о том, какой я выдающийся. Ну, потому что я не был еще вот таким вот... Я о том, какой ты выдающийся. Ибо нехуя. Выражаться нельзя. Это что-то из-за Хлобыстина, да? Почему из-за Хлобыстина? Стилистика Хлобыстина поперлась. Это из-за Хлобыстина моя стилистика иногда прям. Вот. Иван Иванович. Не-не-не-не. Я хочу обратиться к Ивану Ивановичу Хлобыстину напоследок. Мы вас, Роман Романович, внесно целуем. Ни в коем случае. А это Леша тебя отсылывает. Ну, мы вас так. Роман Романович, я с удовольствием приеду в сумасшедший дом, куда вы меня хотите... Такой Роман Романович. Ой, Иван Иванович. Да будет потому, что спутали меня. Роман Романович, Иван Иванович. Иван Иванович, с удовольствием полежу в сумасшедшем доме, куда вы меня бы хотели определить после моего интервью Ксения Собчак. Если вы вместе рядом со мной поставите себе раскладушку. Так он же поставил. Иван Иванович, мы это видео, после того, как это выйдет на канале у Ромы. Я обязательно вырежу этот кусок, выложу у себя в Телеграме. Я выложу целиком у себя видео, но вот именно это. Так как журналисты за моим Телеграм-каналом следят, думаю, вам это пришлют. Пишите комментарии, донаты, почту оставим, куда высылать деньги. Ваня бывший священник. А священники принимают деньги только в одну сторону. Знаешь, у папа с дачи нет, есть такая поговорка. Ну ладно, давай, короче, о хорошем. О тебе поговорили, о Корове ты сам уже поговорил, даже вот Ивана Ивановича вспомнили. Ну куда же мы. Да, поэтому хорошее, я считаю, что если мы закончим эту интервью. Да, все, нам больше нечего сказать. Да, да, все, всего доброго. Всем добра. Давайте, пока.